Тема совещания – использование средств Дорожного фонда. Глава региона отмечает, большинство жалоб жителей Кубани касается состояния дорог в городах и станицах. В этом году на ремонт местных дорог из краевого бюджета направлено 7,4 миллиарда рублей. Раз уж такие суммы мы себе можем позволить на поддержание, ремонт, строительство новых дорог, давайте сделаем так, чтобы этот результат был виден. Она поназвана в числе территории, где, получив бюджетные средства, оперативно вышли на аукцион, определили подрядчика и отремонтировали дороги. Из Дорожного фонда Краснодарского края наш муниципалитет в этом году получил 121,5 миллиона рублей. В городе отремонтированы улицы Самбурово, Шевченко, Ленинов, в селе Витязево, улицы Горького, Черноморская, Школьная, Степная и Объездная. Но потребность в ремонтах, конечно, сохраняется и высокая. Вениам Иванович, добрый день. Скажите, пожалуйста, Вениам Иванович, 71 миллион, которые деньги сейчас не использованы, будут перераспределяться? Если вдруг будут перераспределяться, мы готовы поучаствовать и до ноября превратить их в асфальт. Глава региона готов поддержать тех, кто показывает отличный результат. Я согласен, вы тогда, знаете, на самом деле, вы как это поощряете тех, кто успеет, умеет отработать. Тогда, на самом деле, давайте больше. И тут подумайте, хошкаде. Если Юрий Халючевич умеет, и, на самом деле, Анапа перепругает, давайте там, чтобы он еще лучше стал. На самом деле, Анапа, я здесь, Юрий Халючев, еще мало того, что располагает, он очень активно себя ведет, потому что, на самом деле, уверен в том, что она создана качественно, и работа выполнена. Поэтому, посмотрите, чтобы умею лично, что Анапа – это российский детский город. И то, кто там не делает, заделается и для жителей края, и для всей страны. В завершении совещания Юрий Поляков также поручил контролировать освоение средств, предусмотренных на строительство газопроводов. Как у нас идет освоение? Уже июнь месяц. И я уверен, что в ближайшее время, к августу, об этом поднимется тоже вопрос освоения денежных средств. У нас с Министерством сельского хозяйства только заключено соглашение. Поэтому мы объявляемся, у нас на завтра размещение аукциона. По Министерству ТЭК аукцион отыграли. Сегодня-завтра срок заключения контракта. Ждем от подрядчика сейчас подписанный контракт. И приступаем к работе. Речь идет о строительстве газопроводов в Большом и Малом Разноколах, в Гастагаевской и Просторном. Кроме того, муниципалитет направил на рассмотрение три заявки на строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных семей в Джигинке, Цебанабалке и Пятихатках.